Экономика региона требует оперативных решений. Она сейчас переживает не лучшие времена. Под ударом оказались системообразующие предприятия транспорта, ЖКХ и строительство. Дополнительные меры господдержки, необходимые для функционирования организации предприятий Чувашии, обсудили на заседании оперативного штаба по экономическим вопросам. В апреле этого года уровень сбора за услуги ЖКХ упал на 13 пунктов. По прогнозам Минстроя, управляющие компании могут недосчитаться 50-60% доходов. Соответственно, под угрозой запланированы ремонтные работы и подготовка к отопительному сезону 2021. Строители, коммунальщики ищут выход. В качестве мер господдержки для предприятий строя в отрасли ЖКХ предлагаем включить в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным последствиям, связанных с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Транспортники ждали увеличения маршрутов с 12 мая. Однако эпидемиологическая ситуация в республике не позволяет увеличивать пассажиропоток. Тем временем ежемесячные лизинговые платежи перевозчиков Чувашии в общем составляют около 52 миллионов рублей. Перевозчики несут потери. Во избежание коллапса среди пассажирских перевозчиков, Минтранс Чувашия предлагает совместно с Минфином Чувашской республики разработать финансовый механизм компенсации перевозчикам лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов из республиканского бюджета Чувашской республики и начать эту компенсацию в июле 2020 года. Юридические нестыковки не позволяют порой многим организациям быстро получать меры государственной поддержки. В этой связи ряд обращений уже направлен в правительство Российской Федерации. Олег Николаев подчеркнул, что новые меры поддержки населения и экономики, анонсированные президентом России Владимиром Путиным 11 мая, оперативно должны быть включены в план работы на уровне региона. Нам очень важно подумать, какие еще сегменты или сектора экономики отдельных отраслей требуют более повышенного внимания, с тем, чтобы они не остались за пределами государственной поддержки. На сегодня в федеральный перечень системообразующих предприятий вошли лишь 8 организаций Чувашии. В основном это крупные заводы, такие как Хевел, Химпром, Элара. Однако по инициативе региональных властей список может расширяться. Ирина Волкова, Трияна Раевская, Игорь Зверев, Республика.